Продолжение следует... Это модель немецкого автомобиля Krupp в 72-м масштабе от фирмы ICM. Казалось бы, вроде бы маленькая машинка, и я так думал изначально, и она планировалась как просто небольшое дополнение, чтобы сюжет был поинтересней, но все оказалось немного иначе. Пластик у старых моделей фирмы ICM очень хрупкий, и в процессе сборки модели практически все тонкие детали ломались, поэтому приходилось их проклеивать. Ходовую часть автомобиля я промазал клеем дважды для того, чтобы хоть как-то укрепить этот пластик, и машина просто-напросто не развалилась в руках. С горем пополам я собрал ходовую часть, а благодаря тому, что я использовал большое количество клея, сборка хоть как-то облегчилась. Совсем тонкие детали, например, выхлопную систему, приходилось обрабатывать очень долго и аккуратно, чтобы, опять же, не сломать. После того, как модель была полностью собрана, я ее загрунтовал. И, соответственно, после грунтовки начал наносить базовый слой с кузовом и кабиной. В целом никаких сложностей не было, а вот с ходовой частью необходимо было прокрашивать детали практически сухой кистью для того, чтобы излишки краски не заплывали вот в эти промежутки детализации всей и не испортили, соответственно, ее. Базовый слой высох, и я начинаю красить колеса, а также обивку сидений в кузове и кабине автомобиля. Следом прокрашиваю и инструменты, которые установлены на кузове. Далее беру масляную краску, смешиваю черный с белым для того, чтобы получить темно-серый цвет, разбавляю все это уайт-спиритом и наношу на всю поверхность автомобиля. Таким образом добавятся новые оттенки, будет тень и детали немного выделятся. Между делом я грунтую бочки, которые будут лежать в кузове, и после высыхания масляной краски я приступаю к нанесению декали. Их я вырезал по контуру и, соответственно, смочил водой и наношу на поверхность. Стекло автомобиля у этой модели вырезается из прозрачного пластика, а приклеиваю стекло я на прозрачный лак, потому что от клея оно бы испортилось. В итоге у меня получилась вот такая вот модель. Пока что это просто базовый цвет, визеринг будет чуть позже. Также базовый цвет я наношу на бочки. Настало время центральной части сюжета. Это каменный мост. Он от фирмы Airfix в 72-м масштабе и сделан вот такой одной монолитной деталью из смолы. Конечно же не обошлось без косяков. Присутствует достаточно большое количество пузырьков, которые образовались в процессе литья. И их я убираю, превращая в разрушение камня. На мосту будет очень большое количество слоев краски. И первый слой это, как всегда, грунтовка. После нее все косяки стали более заметны и пришлось еще немного поломать. Теперь идет базовый слой. Я решил особо не тратить дорогую краску в Олеха и покрасить все это старым добрым художественным акрилом. Просто обычный серый цвет. Промежутки между камнями я крашу уже темно-серым цветом, который разбавлен чуть жидко. Плюс в процессе я добавляю еще немного воды. Хочу сказать, что этапов покраски моста будет большое множество. Я просто решил поэкспериментировать и некоторые из них даже будут лишними. Но я думаю, вам будет интересно на это посмотреть. Этап следующий. Я беру 5 разных цветов и оттенков краски и начинаю в отдельности прокрашивать практически каждый кирпич. Процесс этот не особо сложный, но все-таки занимает какое-то количество времени. В итоге у меня получилась вот такая вот мозаика. Теперь эту мозаику необходимо немного затонировать, чтобы приглушить этот контраст и цвет. А в тонировке на этом этапе я также использую просто акриловую краску. Базовый цвет готов. И теперь можно все это устанавливать на подставку. Подставку я сделал из двух кусков пеноплекса толщиной 2 см. Посередине, соответственно, вырезав такую нишу под мост. И да, совсем забыл, конечно же, нужно нанести немного потертостей на мост светлой краской. И нанести матовый лак для того, чтобы защитить базовый слой, потому что потом будет большое количество краски с использованием растворителя. Дополнительно на основание я приклеиваю обрезки пеноплекса для того, чтобы создать перепады рельефа. Про нижнюю часть моста я также не забыл. Затонировал все зеленым цветом, потому что все это вблизи к воде и образовывается растительность. А также нанес немного грязи. Больше к этому месту у меня доступа не будет, потому что следующий этап это заливка моста в основание. Для этого я буду использовать обычный гипс, который разбавил с излишком водой. Ну, чтобы он просто был жидким. И сделал я это все в бутылке, чтобы это было удобнее дозировать и наносить на поверхность. После того, как гипс схватился, приступаю ко второму этапу создания рельефа. Здесь я уже буду использовать не гипс, а гипсовую шпаклевку, потому что она не застывает дольше. Также мне понадобится большое количество камней, которые я буду преимущественно наносить на поверхность, где будет вода. На этом этапе уже не получится просто залить всю поверхность, поэтому для нанесения гипсовой шпаклевки я использую кисть. И, соответственно, на эту гипсовую шпаклевку я посыпаю, устанавливаю камни. А для того, чтобы они приклеились нормально к поверхности, гипсовая шпаклевка не растрескалась, я добавил в нее клей ПВА. После этой черновой работы с помощью воды с моста я убираю гипс, который попал туда просто из-за неаккуратности. Гипсовые шпаклевки перед следующим этапом необходимо дать немного высохнуть, поэтому я приступаю к созданию кустов. Я решил не делать деревья на этой диораме, а сделать просто большие пышные кусты. Для этого я буду использовать сорняки, от них я отрываю отдельные ветки. И складываю их вот в такой вот пучок, а далее скручиваю в нижней части с помощью проволоки, чтобы закрепить их. Они достаточно хрупкие, поэтому их необходимо пропитать. Лучше, конечно же, использовать какую-нибудь морилку, но я использую просто жидкоразведенный акрил. Далее беру синтепон, его можно достать из каких-нибудь старых мягких игрушек и распространяю его вот так вот по веткам для того, чтобы создать объем. Этот объем необходим для растительности. В качестве нее я буду использовать измельченный поролон и приклеивать я буду на поверхность его с помощью клея аэрозоля. Пока я делал эти кусты, гипсовая шпаклевка уже высохла, и я приступаю к следующему этапу. Наношу клей на всю поверхность и создаю мелкий рельеф с помощью перемолотой коры. Также добавляю немного песка и более крупной фракцией этой же коры. С нижней частью диорамы я работаю немного иначе, там рельеф я не наносил и сразу приступаю к покраске. Прокрашиваю я камни в разные цвета, серый, светло-зеленый, бежевый, для того, чтобы придать им хоть какой-то цвет, потому что они довольно бледные. Также немного рельефа я решил нанести на поверхность моста, но точнее это не рельеф, а земля, которая скапливается по углам около бортов и немножко по середине моста. После нанесения я все фиксирую специальным фиксатором для гравия. После того, как краска на камнях высохла, можно приступить к покраске самого дна. В случае с большими поверхностями мне нравится красить, что называется, по-мокрому, то есть для начала я поверхность смачиваю. Таким образом не нужно очень долго и нудно возить по поверхности кистью, достаточно ткнуть в несколько мест, немного помазать, краска работает сама. Таким же образом я прокрашиваю верхнюю часть диорамы, то есть землю использую темно-коричневые, такие песочные цвета. По сути здесь цвет вообще не важен, потому что вся поверхность будет засажена травой. Самое главное для меня было прокрасить клею. Дно покрашено, краска высохла и можно приступить к его детализации. Для этого я буду использовать очень много всего, всякие корешки, мох, мелкая натуральная растительность, все эти материалы, они натуральные. Для начала посыпаю просто камни и фиксирую их тем же фиксатором гравия. Растительность я не высыпаю на поверхность, а высаживаю отдельными участками и пучками. Закреплять я ее буду также фиксатором гравия, а это необходимо для того, чтобы, во-первых, ее пропитать, а во-вторых, клей ПВА использовать категорически нельзя, потому что при заливке смолы она немного нагревается, и при нагревании она бы этот клей растворила, он бы стал белым и дно бы просто-напросто испортилось. После того, как все посадил, рассыпал на свои места, покрываю матовым лаком для того, чтобы дополнительно защитить всю эту красоту. Приступаю к тонировке. Для этого буду использовать готовые смеси от Amamig, а на верхней части диорамы я акцентирую свое внимание только на клее, потому что, как я и сказал, в основном везде будет трава. Принцип в этом процессе всегда одинаков, углубления делаются темнее, а те части, которые находятся выше, делаются светлее. Чтобы мост не смотрелся таким монотонным и однообразным, в некоторых местах между камней я решил сделать светлую проливку. Подводную же часть я тонирую с помощью темно-зеленого и светло-зеленого, а выступающий элемент, он у меня здесь один, просто крашу в песочный. И с помощью разбавителя все это, соответственно, разбавляю, чтобы это лучше растекалось по поверхности. Под конец я решил добавить совсем мелкой растительности с помощью той же измельченной губки. По сути, все готово и следующим этапом будет уже заливка смолы, но необходимо подождать для того, чтобы слой высох. За это время я переделал кусты, сделав их в два раза больше и в два раза пышнее, потому что те показались мне слишком мелкими и скучными. И нанес на бочки ржавчину, а также затемнил их смывкой. По ходу всей работы на поверхности наносилось еще в разных местах грязь, пыль, всякое такое, я не стал показывать уж все процессы, потому что это было бы слишком нудно. Также на некоторые места я наносил жидко разбавленную масляную краску для того, чтобы что-то подчеркнуть, что-то выделить, все в этом вот духе. А палубку для заливки смолы я сделал из ковриков для лепки пластилина, это глянцевый пластик, он отлично подходит для этого, проклеил с нижней части все малярной лентой, чтобы смола не пролилась, а с внутренней части промазывал все гелем. Саму смолу я, конечно же, буду делать прозрачной, слегка подкрасив ее немножко коричневым, иначе зачем я все это дно столько времени прорабатывал. Хорошенько ее перемешиваю и заливаю на поверхность тонкой струйкой, именно тонкой, потому что слой смолы будет довольно небольшой, и необходимо все это делать аккуратно, чтобы все было красиво и ровно. Смола будет застывать 24 часа, поэтому у меня есть время на то, чтобы доработать автомобиль. С помощью губки и темно-коричневой краски я наношу на него сколы. В его кузов идеально ровно встали 4 бочки. Здесь необходимо отметить, что автомобиль немного не из этого времени, я имею ввиду, что он где-то простоял, его нашли веселые ребята, которые будут сидеть на танке и куда-то буксируют, поэтому визеринг на нем будет отличаться от танка. Я наношу на него грязь, пыль на внутренней части, а также измельченную мелкую натуральную листву. На внешние детали автомобиля и на ходовую часть я обильно нанес земли. Финальный штрих это масляные подтеки из бочек. И вот такой вот автомобиль у меня получился. Смола застыла, опалубку я снял без каких-либо трудностей. И следующим этапом будет оформление краев подставки. Делать я это буду с помощью листов бальсы толщиной 1 мм. Просто приклеиваю ее на клей ПВА. А после высыхания клея я срезаю излишки материала ножом. Бальсо очень мягкое дерево, поэтому покраска его будет в несколько этапов жидкоразведенным акрилом. И наконец-то нанесение растительности. Мы уже близимся к финалу. Надеюсь ролик вам к этому моменту еще не надоел. Для нанесения в подставку я воткнул кусок булавки. А воду я закрыл малярной лентой для того, чтобы мелкий флок не попадал на нее. Флок у меня такой яркий, сочная зелень. Двух размеров 2,5 и 4,5 мм для того, чтобы монотонный ковер не получился. Клей ПВА наношу на поверхность и соответственно с помощью флокатора на нее высаживаю этот флок. Вся поверхность усыпана травой и можно приступить к посадке кустов. Для этого я буду делать достаточно большие отверстия, чтобы полностью вот эта ножка ушла в землю и был виден лишь пучок. Далее иду, так скажем, сверху вниз от больших кустов более мелким. Вот таким вот. У меня даже есть отдельный видеоролик о том, как их сделать. Точно так же на клей ПВА я просто высаживаю их на поверхность. Ближе к берегу я решил высадить немного более высокой травы. Также немного пучков я посадил и на сам мост. И немножко, конечно, необходимо присыпать чем-то. Для этого я использую те же мелкие камни. Также я использовал натуральный мох для того, чтобы необычную, так скажем, такую растительность изобразить. Желтой, очень мелкой измельченной губкой я сделал типа такие одуванчики. Ну, без цветов тут никак бы не обошлось. Красиво. Конечно же, в очередной раз я все это дело фиксирую, чтобы было надежно. В финале, конечно же, края подставки красятся в черный цвет и техника просто устанавливается на мост. На этом у меня все. Вот такой вот получился видеоролик. Довольно длинный, но надеюсь, он вам понравился. Обязательно в комментариях напишите свои идеи по тому, какую диораму можно сделать и с каким кораблем. Что-то на морскую тематику, потому что танки, я думаю, и вам приелись. И мне они уже тоже немножко надоели. Поэтому в следующий видеоролик мы поплывем в море. А на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписки, лайки. Вот все эти дела. Продуктивного вам творчества. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok